ребята всем утро доброе но пока что она вроде бы добрая пока мне никто не испортил приехал на карьер грузится время у нас 9 часов утра я уже сделал одну кодочку я приехал пораньше в часиков 5 утра загрузился тут недалеко ряд ушком ходочку одну отвез еще попал просто на пересменку тут 7 до 8 пересменка было и короче так сказать 8 загрузился но грубо говоря у меня времени ушло час назад в районе километров 50 короче рядышком едем за вторым рейсом грузится едем друзья так называемый новый завод вот так называют дальше всех находится так сказать небольших захолустью здесь белозики смотрю стоят наверху груженые 31 белозик здоровый стоит здесь снизу друзья вот такой шанс у меня выдался пока стоял но это прелесть друзья вот это аппарат самое здорово здесь карьере которая видел по сравнению с моим конечно да что тут скрывать у меня просто велосипед какой-то трехколесный детский по сравнению с его аппаратам где он есть кто ага вон он стоит все грузится будет вот так поймал кадр короче ребята 2 подкатил такие шикарные аппараты здоровые они сидят на меня сверху смотрят как на маленькую игрушечную машинку поехала спросил где меня будет грузить сказал сюда клиент подъезжать в принципе здесь есть чуть-чуть насыпал а мне хватит такие здесь аппаратики у нас летают все пошла погрузка меня опа тут еще один белозик спрятался за зеркалом шумновато здесь много ребят шумит и дробилка и сито ну вот хоть белозика в живую повидал так сказать я понимаю принципе есть и больше конечно белоза и в два раза больше ну а рады тому что есть у нас в принципе это самый большой который я здесь видел ну в принципе на любом карьере где есть какой белозик я думаю это самый большой который я встречал у него принципе там мотор наверно как камаз как моя кабина но ничего классно прикольно мне понравился выехали друзья дорогу и тут такая вот незадача если конечно не встречка я бы обогнал тут просто идет газик твои красавчик какое капитальный красавчик есть мужичок взял просто обочину просто понимает вот это в настоящий человек он просто взял обочину понимая то что я иду груженый бугор и у меня сейчас посадит он просто взял обочину и пропустил меня уважение таким людям аплодирую стоя а сейчас бы я за ним прикурил так нормально я все всю скорость бы сбросил все и принципе я бы долго в подъем поднимался я шел принципе нормально на 8 подъем как бы скорость не терял ну и догнал его конечно быстро красавчик мужик уважения побольше бы таких друзья людей есть такие как бы люди которые едут о себе только думают не понимая что там сзади допустим грузовая если я еду на легковой я на данный момент просто поработал на грузовой я знаю что такое грузовая машина как тяжело на ней ездить как так сказать тяжело управлять и я просто знаю что такое тяжелая машина большая машина груженная машина короче просто я понимаю что такое больший груз и начнем бы я не ехал я всегда пытаюсь если даже вижу что у меня догоняет я просто ускоряюсь потому что если он мне начинает догонять значит надо ускориться чтобы ему скорость не потерять именно я про подъемы друзья говорю и проза большая просьба даже к вам друзья если вы ездите на легковой грузовой неважно если вы видите подъем подкиньте в бугору подкиньте тапочку некоторые там увидят я не знаю перед подъемом какой-нибудь мостик и они на нем сбрасывают там чуть ли я не знаю не до сорока там 60-50 сбрасывают тем самым если сзади идет большая машина они ее осаживают и все он спокойно так как бы поехал на легковой ну а я ты как бы сказать ебись как хочешь тяжело просто машину потом подъем поднимать как бы раскачегаривать я думаю меня поймет только тот кто на больших машинах ездил кто ездит на маленьких и продолжает ездить на маленьких я думаю скорее всего меня не поймет поленобойщики гонять мы же помогаем асфальтирная такая широкая полоса и за мной допустим смотрю кто-то которая я не знаю почему гонять как бы там кто-то денег дает кто-то там руку пожмет не нужны ни деньги она понимаете друзья она дорога на дороге может случиться с каждым сегодня с вами завтра может быть со мной я также пойду может быть и помощь попрошу поэтому я вас так как бы попрошу побольше взаимопонимания просто относитесь большим машинам дальнобойщикам я не знаю но с большим уважением мы в принципе но чем можем тем помогаем на дороге и на обочину бывает съезжаем в подъем вас пропускаем как бы я про маленьких машин говорю ну и бывают такие моменты что и приходится просто хочешь ты или не хочешь когда большая колейка приходится съехать допустим чуть-чуть на обочину чтобы меня тебя обгоняли я не знаю ну по идее я этого делать не должен вообще мне принципе я еду по своей полосе еду правильно но если подъем допустим затяжной и большой а я груженый тухнет машинам не спорю мы стараемся в этот подъем брать много как бы разгонщика видишь подъемчик надо значит что сделать дров подкинуть так сказать подкинуть в топку чтобы побольше набрать оборотов и в этот бугор соответственно уже ползти не будешь а ты в него просто залетишь тебе и груз будет толкать и как бы ты влетишь только в путь но некоторые этого не понимают едут ноздри сверлят я не знаю что там в айфонах ковыряются там а есть бывает даже ночью смотришь он сидит там в телефоне пальцем и блять 60 подъем лить ну и соответственно ты до 60 не можете ну и приходится сбрасываются меньше меньше и все и машина тухнет поэтому друзья спасибо вам за понимание думаю может быть кто-то меня услышит кто-то может быть даже и так сказать примерчик возьмет такой с моих слов спасибо за понимание все а мы погнали на разгрузку и да кстати друзья классная новость есть очень классно шеф взял два прицепа новых какие скажу потому что на базе я их видеть только видел по картинке сейчас приеду я обязательно сейчас запили видео обзор новых два самосвальных полуприцепа скажу вам одно что они так сказать классные у меня простенький прицеп у меня обычный простой прицеп без ленивца у меня ABS стоит только на средней оси и у меня просто обычный механический кран спускание подушек все больше у меня ничего нет на прицепе а там прицепы с мозгами с компьютером там очень умные прицепы поэтому друзья приедем мы обязательно запилим видео обзор ждите с нетерпением следующего видео и вы увидите какие нам прицепы пришли два друзья помните эту дорогу я ее не один раз в принципе снимал у меня очень много роликов по поводу этой дороги здесь ее просто не было здесь были вот такие бугры ямы короче тут дорога была ушатана как вы видите ее подлатали если кому интересно кто у меня новенькие с подписчиков можете полистать ленту именно вот здесь а вот где стоит камера и вот где знаки вот здесь вот а где-то здесь а я проезжал здесь фура сидела просто на дороге застряла фура щебнем было засыпано вот здесь маленький такой кусочек был отрывы плохой дороги там дальше вообще было все печально это все дело подлатали можете даже друзья полистать ленту там по-моему есть где-то ролик именно посвящен этой всей дороге вернее бездорожью здесь не было когда вообще дороги мы здесь ехали первая вторая третья первая вторая третья здесь застреливали машина здесь как вы видите сбоку лежит грунт они сняли грунт здесь так сказать почистили старый асфальт вот они обломки валяются засыпали все это дело песком тромбанули щебеночкой асфальт я так понимаю это наверное первый слой асфальт потому что он неровный весь кривой такой вот весь ну в общем это сказка а здесь вообще не было дороги здесь мы просто так сказали мучились проезжали особенно вот где сейчас фура едет там вообще тонули прям прицепы проваливались потому что эту дорогу никто не делал она никому не нужна была ну вот в принципе все таки за нее взялись ее сделали это великолепно конечно меня смущает вот эти бугры что здесь поставляли хотя бы этот грунт разровняли как бы ну в принципе вообще портит весь вид но здесь дело совсем не в красоте пусть он и лежит этот грунт здесь было просто ужас а не дорога сейчас вы просто ездишь и улыбаешься кому интересно можете там полистать мои ролики где-то может быть месяц назад я туда можно сказать каждый день ездил там есть про эту дорогу пару роликов точно приехал друзья на разгрузку и стоим почему стоим потому что нет приемщика некому принять здесь только есть вот экскаваторщик и водитель на мазе экскаваторщик вернее на погрузчик который человек работает все больше тут никого стоим ждем и 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 короче друзья пока стою жду тут уже мои хлопцы потянулись колёк подъехал на дафе андрюха на скамейке там уже наверное еще один сейчас должен подъехать приемщика все нету блять пошла жара я выгружаюсь андрюх тут ко мне пристраивается все друзьяшки валим отсюда я короче вывалил сейчас андрюху выгружает а потом калек поеду друзья я отдыхать поеду сейчас спать завалюсь я ночью работал сейчас время у нас уже обед еще полдня захотел поеду сейчас спать как упаду буду отдыхать ну и заодно сейчас на базе приеду прицепы сниму новенькие так что друзья ждите новых прицепчиков в следующем видосике ну а мы помчали потихонечку до базы отдыхать всем спасибо друзья спасибо 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 Basically